Встреча с журналистами 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 работа. Джорнализм из-за паблик гуд. Это вот наш девиз. И она нуждается, естественно, в поддержке и в защите. И она на самом деле является лучшим качественной журналистикой. Это лучшее спасение от всех фейков, от дезинформации, от злоупотреблений, от использования журналистов в качестве пешек или, так сказать, какого-то расходного материала, что тоже бывает в жизни, журналисты ничего сейчас не стоит. Мы видим, что очень много фрилансеров, молодых бросаются в горячие точки, им ничего не платят, с ними что-то случается, никто за это не отвечает. Они не отягощены какими-то принципами профессиональными, потому что они просто их часто не знают, они не имеют никакой подготовки. На Захід одним из первых прибыл військовый журналіст Ашвін Раман. Частейше его можно побачить в горячих точках Афганістану, Сомалі та Сирії. А сьогодні він приїхав сюди, аби поделитися з молодими журналістами своїм досвідом. Вы видите, многие люди, особенно молодые журналісты, думают, что я должен получить аккредитацию, я должен сделать это, я должен сделать это. Я предлагаю, чтобы купить медиум-класс видеорекордер, просто идти туда. И вы должны найти время, я имею в виду, это не очень быстрое решение, вы должны быть там, вы должны построить контакты, вы должны поговорить с людьми. То есть, в лучшем случае, просто идти туда, и быть там долго, не как обычные журналысты, просто идти туда. Я не буду называть свободу слова в условиях войны. Чему не варто називати журналістику конфліктів військовою журналістикой? Как выяснили конфлікты? Про это и больше нам рассказала Кейт Энді, журналіст BBC. Я никогда не называю это милитарным журнализмом, потому что милитария является только частью конфликта. Если вы посмотрите на войну сейчас, даже в Европе, в Украине, в Медл. Естественно, то есть люди, которые больше участвуют, являются цивилизации. Милитария, дети, молодые люди, все, все. Милитария является только частью. И самое важное, что нужно помнить, что вы представляете, когда вы были журналистом, все эти люди. Вы хотите поговорить о них. Милитария является одной маленькой частью, важной, но только маленькой частью. Таким образом, нет такого, как журнализм. Журнализм о конфликтах. Милитария является только частью, и они не в контроле журналистов. Это самый важный момент. Вы должны держать свою independенность. Всегда нужно думать, чтобы не навредить военным, с которыми вы работаете. В нашей ситуации, когда журналисты приезжают работать к нам, они должны понимать, что в первую очередь они должны сохранить этот баланс, показать обществу, что происходит на самом деле, но в то же время не навредить тем людям, которые защищают нашу страну. Когда мы попали в полон с журналистами, то нам, те люди, которые нас утримали, скажут, что самое главное, мы вас охраняем не от того, чтобы вы втекли, чтобы вы не вышли за ворот, або вас там разорвать. Уникальна речь. Вы журналисти у всему винны. Уникальна речь. Я не говорю, что это чистая монета, но это голос, что я хочу от конкретного человека. Если бы вы не так это объяснили, то, что они передали в войне, то, что правила выслушивания військовых действий, они установлены за долго до того. И, в целом, очень много таких вещей, которые продают журналисти. Вот и агрессивные новости. Включить там 90% каналов, они сразу... ...это сегодня маршрутка с потягом, есть загиблик на решті. И это готовит до войны. Внутри голоса, ну, на решті, больше жестов, больше мяса, больше крови. А что вы вообще формуете? А чтобы этого не было, то, в основном, такие должны быть и репортажи, и что-то больше за репортажами. И какие-то довгоиграющие разговоры про какие-то загальнолюстские ценности. Бо будь-яка война, она заканчивается. Как в повсякденней работе, так и в умовах конфликту журналісти стикаются с перешкоджением професійной деятельности. Про те, как бороться с безкарностью проти кореспондентов, говорит глава Национальной спланистей Сергей Томиленко. Оскільки отсутствует житель успешный прецедент покарания за злочини проти журналістов, и безкарность породжуя безкарность, мы фиксируем понад 8 сотни инцидентов физичної агрессии проти журналістов с конца 2013 года. И, соответственно, мы рассматриваем, что внешний тиск международных партнеров на украинскую владу має все-таки допомогти нам мать прогресс у расследовании в судах. Мы понимаем, что в 8 сотнях випадков физической агрессии по журналістам одномоментно достигнуть прогрессу, покарания винных нет, но мы хотим мать прогресс в показовых 3-4-5 випадках побитых журналістов, преследований журналістов. Мы хотим обеспечить эффективное расследование в судах. Мы включаем широкое партнерство юристов, адвокатов. Мы вважаем, что абсолютно реально в кольких справах мать прогресс, покарание винных, и эта информация будет нормальным обеспечением надалее. Я думаю, что это реально, но если мы не будем неверны, если мы будем один из журналістов не делить на проросийских, проукраинских, на других, если мы достигнемо корпоративной солидарности в стране, визнаемо, что тема безопасности абсолютно универсальна для всех нас. Фейковые новины запутывают местные громадянам, возможно, формуют некорректную громадянам, думку, что может вливаться в некорректных политических решениях, оскільки, если формована некорректная громадянам, то, соответственно, громадяни требуют некорректных решений и политики-популисты могут идти за этими настроями. А бороться тут непросто, это не можно сказать, что можно сделать одним каким-то махом. Это медиаосвита, это нужно, чтобы люди, граждане Украины научились медиограмотности и научились разъяснить, где журналисты рассказывают правду, а где бережут. Сейчас слишком много информации, очень много лукавства, и роль журналистов как-то не только принижается, журналистов все время пытаются обвинить в том, что они занимаются или не своим делом, или просто они сами производят сознательно эти фейки. И как вот сказала наша коллега из BBC, фейки это то, что не нравится кому-то, кто обвиняет в фейках. Это действительно так. Вот именно поэтому здесь что может быть? Может быть только журналистская солидарность и верность журналистским принципам. Вот профессиональные стандарты. все прекрасно понимают и в Турции, и в Африке, и в Америке, что это такое, да, что надо проверять информацию, что нельзя, значит, следовать каким-то непроверенным источникам, что нельзя сознательно что-то редактировать, искажать там, как-то монтировать. Вроде все это понимают, но об этом надо больше говорить и надо поддерживать, на самом деле, друг друга, поддерживать серьезную журналистику. Существует два всемирно признанных свободных стандарта. Это свободные СМИ, независимые СМИ от государства, от корпоративных структур, и второй – это общественный вещатель. Все другие формы, они обычно искажают рынок. И в первую очередь, наверное, говорим о том, что нужно сделать, чтобы сами государственные структуры и государства не имели как собственность СМИ, потому что с того же момента они являются уже не СМИ, а инструментом пропаганды. В Украине, насколько я знаю, они стараются с помощью Deutsche Welle Академии, с другими партнерами из государственного бывшего вещателя сделать первый суспильный канал. Мне лично приходилось тоже участвовать частично в этом проекте. Я считаю, что любая страна, которая идет по этому пути, она заслуживает как минимум помощи от тех партнеров, которые уже проходили вот этот путь. И мы должны помнить, что общественный вещатель – это процесс, это не окончательный результат? Это сложный процесс. Это, в первую очередь, процесс, который должен происходить больше не в юридической плоскости, хотя, несомненно, это уже случилось и это есть, а процесс, который должен больше происходить здесь в голове каждого руководителя медиа, каждого журналиста. И вот, ну, когда этот перелом, это будет сложный, наверное, процесс, но он уже в Украине идет, и он, я хочу, ну, отметить, что он уже необратим, то есть, так уже будет, то есть, по-старому уже не будет. Вот, когда здесь окончательно в головах, в головах наших коллег всех по системе это произойдет, изменения, тогда мы получим уже стопроцентно качественное, качественное общественное обещание. вот, но первые шаги в этом, я подчеркиваю, уже сделаны, и процесс этот уже необратим. Телевидение для людей, в первую очередь, а не для власти, да, а не для, не только власти, это я говорю, что мы там от власти независимы, общественное телевидение, оно независимо, ну, от всех, от бизнеса, там, от каких-то даже общественных течений, влияний и так далее. Мы живем в сложных временах, и в сложных временах люди часто не хотят знать всю историю. В жизни сложно, поэтому вы не хотите знать о чем-то что-то плохое, что-то тяжелое, что-то тяжелое, что-то тяжелое. Если вы будете быть журналистом, вы должны очень-очень разгрыть и сказать, что мы продолжим продолжим работать. Мы не изменим, потому что жизнь становится тяжелое. быть, здесь Продолжение следует...